на телеканале актис программа местное время студии андрей иванов здравствуйте и коротко о главном бросаем курить в целом опубликовал исследования о курильщиках в нашей стране осень не за горами в ангарском округе идет ремонтная кампания в образовательных учреждениях всероссийский масштаб в ангарске стартовали соревнования по bmx велоспорту а теперь обо всем подробнее в начале выпуска о пожарах на 13 июля в иркутской области действует 4 возгорания на площади свыше 80 гектаров в усть-удинском катанском и ольхонском районах за сутки локализовано два очага на 80 гектарах в усть-удинском и катанском районах сообщает пресс-служба правительства региона по данным федеральной авиалесохраны в россии действует почти 130 лесных пожаров на площади около 20 тысяч гектаров максимальное количество возгорания отмечено в республике саха якутия в иркутской области водитель большегруза погиб врезавшись в деревья грузовой тягач улетел в кювет после столкновения с кроссовером авария произошла накануне днем на федеральной дороге вилюй в братском районе от удара большегруз слетел с трассы и врезался в деревья в результате 50-летний водитель фуры от полученных травм скончался на месте до прибытия медиков 37-летний водитель хонды отправлен в больницу причины случившегося выясняются в россии подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян мужчина вернулся в страну из поездки по европе и обратился в больницу с сыпью в квартире он проживал один все контактные лица находятся под медицинским наблюдением заболевшего изолировали и поместили в инфекционного профиля болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни пациента нет сообщили в пресс-службе роспотребнадзора продолжаем с 15 июля проехать в автобусах иркутска станет дороже оплата в муниципальном транспорте столицы станет 25 рублей по словам директора муб автотранс сентября частники могут установить цену проезда и в 30 рублей а накануне в рамках пресс-конференции вице-мэр иркутска дмитрий ружников уточнил что стоимость проезда распространится на весь муниципальный транспорт включая троллейбусы и трамваи в ангарском округе продолжается ремонтная кампания в образовательных учреждениях к началу учебного года приведут в порядок все школы и детские сады где-то сделают косметический ремонт но во многих помещениях организованы капитальные работы на каком этапе строители сейчас расскажем в следующем сюжете в детском учреждении ласточка сейчас вовсю кипят строительные работы мастера устраняет старую облицовочную плитку в ванной комнате на так называемый грязный ремонт у них по графику всего две недели с поставленной задачей справляются на данном учреждении выполняем ремонт именно туалета умывальные комнаты замены той же системы канализации до камеры то есть полноценно замена плитки замена трубопровода весь комплекс замены радиаторов в ласточки плановые работы стараются организовать ежегодно и во всех помещениях на сей раз ремонт проводят с помощью родителей а вот красят и белят сами воспитатели стараются для своих малышей детский сад состоит из 11 20 групп его посещает 130 дошкольников настоящий период дети вместе с родителями отдыхают и мы используем это время июля для проведения ремонтных работ наш детский сад посещают дети с туберкулезной интоксикацией то есть это дети для которых нужна особая забота особое тепло особый уют и комфорт что мы стараемся со своими сотрудниками создавать чтобы привести в порядок все образовательные учреждения ангарского округа из региональной и муниципальной казны выделено более 60 миллионов рублей 6 из них будет потрачено на капитальный ремонт и около двух на текущий остальные средства уйдут на устранение предписаний пожарной инспекции антитеррористической комиссии и роспотребнадзора а также на строительство спортивных объектов мария константинова дмитрия новопашин местное время ангарский округ примет участие в областной акции скажи мусору нет ее цель формирование экологической культуры через раздельный сбор вторсырья мероприятия запланированы на 2 и 3 августа организатором выступит благотворительный фонд подари планете жизнь совместно с региональным оператором рт нео сдать пластик алюминий макулатуру и солевые батарейки на переработку можно будет в ангарске саватеевке мигете и одинске в программе также показ видеороликов конкурсы и лекция о сбережении природных ресурсов по словам представителей окружной администрации запрос на экологическое просвещение у местных жителей существенной у нас активно развивается эко волонтерство направления ребята занимаются как раз таки просвещением населения просветительской деятельностью активно размещается думаю вы видели некоторых дворах города уже есть такие как раз баки для раздельного сбора но мелкими шажками но движемся в этом направлении в ангарске акция пройдет 2 августа во дворце ветеранов победа с 3 часов дня до 8 часов вечера в тот же день с 10 до 13 эко волонтеры будут работать у библиотеки в селе саватеевка а в среду 3 августа акция пройдет в мигете и одинске познакомиться с более подробной информацией вы можете на сайте администрации ангарского округа в россии перестало снижаться количество курильщиков за последние пять лет доля тех кто отказался от пагубной привычки остается неизменной 33 процента это треть населения страны такие данные привел всероссийский центр изучения общественного мнения согласно статистике значительный рост отказа от курения был замечен в 2013 году когда на пачках сигарет стали появляться иллюстрации о последствиях вреда курения на вредную привычку жители нашей страны взглянули по-новому в 2010 году тогда на прилавках магазинов стали появляться первые пачки сигарет с угрожающими надписями курение убивают курение причина рака легких защитите детей от табачного дыма и другие а спустя три года предупредительные надписи о вреде табака стали сопровождаться и страшными картинками жена там родственники говорят отказаться как вообще думаете легко жена бросит чтобы я отказался нет нелегко а как считать вот эти вот картинки которые на пачках рисуют помогает ли они помогают я думаю уже курильщика который вот такой вообще с такими годами я думаю нет нет гонит и даже вот эти страшные картинки да она вряд ли они помогают я мужу беру его нисколько он не боится этого скорее всего я боюсь после старта компании в 2013 году по оформлению пачек устрашающими фото доля курящих снизилась до 41 процента а еще через четыре года упала до 33 и с тех пор вплоть до 2022 года этот показатель не меняется ну муж меня бросил дети не курят как бы взрослые уже конечно надо бросать это во-первых лишняя трата денег это во-первых во вторых это очень вредно для легких курение это бобочка во-первых вред вред здоровью вообще это вредная привычка отрицательно отношусь сам не курю и в нас семье никто не курит по данным всероссийского центра изучения общественного мнения 13 лет назад больше всех курили люди в возрасте от 18 до 44 лет сейчас эти показатели изменились данную аудиторию не входят россияне до 24 лет это позволяет сделать осторожный но оптимистичный вывод что молодежь станет новой моделью не курящего поведения известно что курить здоровью вредить каждую минуту от вызванных табаком болезней на земле умирает 10 человек это около 15 тысяч в день и более 5 миллионов в год то есть больше чем от спида железнодорожных авиа и автокатастроф вместе взятых причем умирают не только те кто курят но и те кто находится рядом с курильщиками наталья хмелева роман буйнов дмитрий швецов местное время на другим темам в ангарске прошел книжный пикник на свежем воздухе любители литературы провели время с пользой почитали и пообщались погрузились в мир фантастики данное мероприятие организовывают в городе нефтехимиков уже во второй раз такая идея пришла центру поддержки общественных инициатив и книжному клубу между строк клавдия приловская с книгой в руках самого детства ей нравится погружаться в этот фантастический мир произведений узнавать героев и ловить мысль автора на книжный пикник женщина пришла с удовольствием говорит такие мероприятия должны быть на постоянной основе это очень хорошо живое слово это всегда было оценилось во все времена и хорошие книги наших русских писателей многие подзабыли считают что это лишнее это не нужно а на самом деле это вся мудрость в этих книгах содержится первый книжный пикник собрали на набережной мамы папы и дети под открытым небом читали сказку льюиса кэрролла алиса в стране чудес вторая встреча состоялась парке строителей представители старшего поколения вспоминали роман российской писательницы гузель яхиной зулиха открывает глаза делились эмоциями и своим мнением мероприятие организуют в рамках проекта ангарское долголетие и марафона добрый ангарск на самом деле отклик большой много спрашивать не все могут допустим определенное время мы сейчас тыс в тестовом режиме это все делаем но семейный клуб уже у нас по пятницам в четыре вечера каждую неделю будет вот с активным долголетием мы вот сегодня пробная встреча и дальше будем уже от самих жителей от их предложение отталкиваться в каких в какой день мы с ними будем встречаться идея организовать подобные встречи принадлежит центру поддержки общественных инициатив города ангарска их с радостью поддержали представители книжного клуба между строк каждый раз горожанам будут предложены новые книги написанные в различных жанрах литературы следующую встречу планирует провести 15 июля в парке строителей в четыре часа дня организаторы ждут всех книголюбов города кристина пермякова олег левченко местное время солнечное кружево лето в художественном центре ангарска открылась выставка прикладного искусства это сборная экспозиция в которой приняли участие более 20 местных авторов каждый из них показал свое видение самого долгожданного и теплого времени года все подробности в следующем сюжете вот так в торжественной обстановке поздравляют и благодарят авторов в художественном центре за участие в коллективной выставке александр рыжов почти полвека увлечен деревянным ремеслом с помощью ручного лобзика из фанеры березы он может создать эксклюзивную шкатулку ажурную рамочку для фото и подставку для зеркала изделия ручной работы особенно теплые дорогие сердцу ну я в москву заказывал вот мне прислали журнальчик такой небольшой там много шкатулок вот одна из них это фея в ночи называется ну с мелких деталей выпиливается шлифуется лакируется солнечное кружево лето это коллективная экспозиция в ней принимают участие 24 автора а техники представленных сувениров 17 сказать сколько самих экспонатов специалисты художественного центра не решаются главное это уникальные творческие особенности ангарчан зачем отличаются наши мастера от всех они в какую-то уже известную технику стараются внести что-то свое новое дополнить то есть эта техника она уже расширяется и она не может быть это быть просто грунтованный текстиль а он еще вместе с этим он получается какой-то вот с плетениями с краплением авторские украшения интерьерные куклы яркие панно или просто забавные сувениры все это видение ангарских художников и мастеров прикладного искусства именно так они представляют себе солнечные дни прекрасного лета такой подарок будет долго напоминать о долгожданном отпуске оценить творчество специалистов ангарчане и гости города смогут до конца июля наталья хмелева мария константинова роман буйнов местное время в иркутской области стартовал пятый фестиваль искусств колокольного звона байкальский благовест в нем принимает участие более 30 звонарей из разных городов россии фестиваль посвящен важным событиям истории прибайкалья 350-летию строительства первого храма в иркутске и основания вознесенского монастыря торжественное открытие пройдет сегодня на набережной иркутска ряд мероприятий запланирован и в шелихове шаманки слюдянки и байкальске в московском планетарии сообщили что 13 июля россияне смогут увидеть супер луния редкое явление при котором спутник приближается к земле на минимальное расстояние планетарии также рассказали что при ясной погоде немного левее полной луны можно будет наблюдать планеты сатурн и юпитер двухколесный экстрим в ангарске стартовали всероссийские соревнования по bmx велоспорту более ста участников из разных регионов страны прямо сейчас борются за лидерство на местном велодроме соревнования проходит в двух дисциплинах на открытии побывала съемочная группа местного времени сегодня отличная погода для велопрогулок а для этих ребят велосипед не просто средство передвижения целая жизнь андрей молдаванов катается на bmx с 10 лет за плечами два призовых места на крупных соревнованиях в прошлом году бронза на всероссийском первенстве в саранске в этом стал третьем на хроногонке в пензе теперь предстоит показать класс на местном велодроме начиналось это все как-то любительски просто вот увидел других ребят что они катаются и тоже появился интерес думал попробовать трудности было много их преодолевать будет тяжело но благодаря своему тренеру и нашему хорошему коллективу я смог добраться таким какое есть до этого этапа жизни сегодня открытие всероссийских соревнований по бмx велоспорту это к слову олимпийская дисциплина спортсменов приветствует представители окружной администрации правительства иркутской области состязаниях участвует более ста гонщиков из нескольких регионов страны среди них ребята из города побратима омска по словам гостей прием организован на достойном уровне мне все понравилось все стартануло отлично техничная трасса все то есть где-то можно на заднем колесе где-то прыжок где-то проехать все то есть много вариаций прохождения трассы в ангарске школа бмx существует уже более 10 лет за это время местным гонщикам удалось организовать условия для тренировок и заработать отличную репутацию среди велосообщества в частности два наших спортсмена входят состав сборной россии все это и позволило провести у нас соревнования такого уровня она проходит в двух дисциплинах это гонка на время хроногонка она еще называется согласно данной хроногонки участники заездов расставляются по дорожкам и сама гонка классик гонка классик у нас проводится два дня сегодня день участники полностью проезжает мотозаезды и квалификационные заезды финалы и на следующий день точно так же гонки продлятся до четверга так что у местных любителей экстремального спорта еще есть возможность поддержать спортсменов на велогроме а в пятницу по итогам всех заездов определят победителей александр вычков роман буйнов местное время это все о чем мы успели рассказать сегодня все актуальные важные новости доступны на нашем сайте актис tv.ru а также в аккаунтах телеканала в социальных сетях я с вами прощаюсь всего доброго александр вычков